Привет, друзья! На дворе практически лето, а значит самое время подготовить велосипед к сезону. В рамках сезонного обслуживания мы сделаем диагностику, проверим основные узлы на исправность, чистку цепи, регулировку переднего-заднего тормоза, заменим камеру колеса. Все это мы сделаем в велоцентре Сила, и в этом мне поможет Эдуард. Привет! Диагностика. Первым делом проверяем люфты в передней и задней втулках, каретке, рулевой колонке, выработку подшипников. Важно знать, что люфт влечет за собой повышенный износ деталей. Далее проверяем трансмиссию, износ и растяжение цепи. Для этого мы используем шаблон. Специальный инструмент для измерения износа велоцепи. Пользоваться предельно просто. Необходимо наложить шаблон на цепь и посмотреть, если проваливается зуб на 0,75, меняем цепь. Если проходит зуб на единицу, то меняем цепь, кассету или трещотку. В завершении диагностики визуальным осмотром определяем износ покрышек и колодок. Далее выполним чистку цепи. Для начала снимаем цепь. Там, где установлен замок, снимаем его. Где замка нет, используем выжимку для снятия пина. Снимаем цепь и помещаем в бутылку или другую емкость с крышкой. Заливаем растворитель и взбалтываем. Он удалит все загрязнения, растворив грязь даже в труднодоступных местах. Кроме того, растворитель поможет избавиться от остатков старой смазки. Можно использовать и любые другие очищающие средства – бензин, керосин, скипидар или дизельное топливо. При необходимости повторите процедуру 2-3 раза, пока жидкость не станет более прозрачной. Промойте велосипедную цепь чистой водой с моющим средством. После установки производится смазка цепи, исходя из погонных условий, на основе ПТФЕ или парафиновой смазки. Регулировка переднего и заднего тормоза на велосипеде выполняется в три этапа. Первый шаг – регулируем положение тормозных колодок. Необходимо ослабить фиксирующую гайку. Далее закручиваем ее и одновременно настраиваем таким образом, чтобы плоскость колодки была параллельной плоскости обода. Второй шаг – регулируем расстояние от колодок до обода. Расстояние должно быть по возможности минимальным. При такой настройке тормоза будут работать эффективно. Выставляется необходимый зазор путем регулировки длины троса. Увеличивая длину троса, увеличиваем зазор между ободом и колодкой. Уменьшая длину троса, уменьшаем зазор. И одновременно выполняем операцию по настройке свободного хода тормозной ручки. Третий шаг – регулировочными болтами выставляем одинаковый зазор между колодкой и ободом с обоих сторон. Замена камеры колеса. Снимаем колесо, спускаем давление, нажимая на золотник. Разбортировка колеса. Берем велосипедные монтажки, снимаем покрышку и камеру из обода. Осматриваем покрышку. С внутренней стороны покрышки проводим пальцами. И проверяем на наличие дефектов посторонних предметов. Чтобы предотвратить закручивание и заломы камеры при установке, необходимо ее предварительно слегка накачать. Это позволит равномерно распределить камеру внутри покрышки. Устанавливаем ниппель, заправляем один и затем второй борт покрышки. Накачиваем колесо в соответствии с шириной покрышки, проверяя равномерность посадки борта в ободе. Ну вот мы и закончили основные работы по сезонному обслуживанию. Такие работы, а также весь спектр профессионального велосервиса, вы сможете сделать в Велоцентре и Сила. До встречи, друзья! И увидимся где? Конечно же, в Силе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова